Курвалтаб Экстра. Потрейный эффект, потому что сердце только одно. Красивые пальцы. Вы, наверное, виолончелистка, да? Смеяйтесь над неловкостью. Нет, наоборот, я восхищаюсь. И комплимент не удался, да? Удался. Какой номер? Давайте я сам. Ждёмся. Спасибо, спасибо, спасибо. Смотрите, зарядка на исходе. И если бы не вы, я бы искал этот телефон с собаками. Вы не будете против, если я вам позвоню? Хорошо. Сюда. Спасибо. И хорошего дня. Жанна, какая ты умничка. Всё успела, убралась. Мам, мам, утка в духовке. Выключи через полчасика. Хорошо. А может, мне волосы в рыжий покрасить? Или креп отстричь? Сейчас. Ты чё такая счастливая? Влюбилась, что ли? Мама, не забудь выключить духовку. Пока-пока. Пока. Смотри. Красота будет. Мам, мамочка. Ой! Хватит здесь бегать. Я сказала, хватит здесь бегать. Вы меня слышите вообще? Боже, как же тут неуютно. Как я здесь жить-то буду? Дина, забери детей! Это моя комната! А ну не ори. Это не только твоя комната, но и нашей мамы тоже. И она внукам здесь разрешила играть. Ясно тебе? А хаос здесь устраивать мама тоже разрешила. И всё тут разбрасывать она тоже разрешила. А вот я не разрешаю. Потому что это и моя комната тоже. А у вас есть своя. Идите играть в свою. Явилась. Раскричалась. Что? Бросил тебя твой бизнесмен? А хвасталась как? Ой, замуж скоро выйду. Ой, в особняке жить буду. Ничего, ничего. Здравствуйте. Ой, Гриша. У вас пожар? Нет, Гриша, это не пожар. Это я утку спалила. Выключи, пожалуйста. Надо проветрить. Угу. Видно, я долго в обмороке провалялась. Только ты же о ней не говори, пожалуйста, ничего. Хорошо? А то она будет волноваться. У меня что-то с головой в последнее время не то. Может, к врачу? Нет, нет, не нужно. Хорошо, не скажу. Хорошо, что ты приехал. Ну, поживу у вас, как договаривались. Конечно. А потом работу найду и сниму что-нибудь. Да нет, не нужно. Живи сколько тебе нужно. Спасибо. Ты же нам как родной. Вот, тетя. Мама передала. Тушенка домашняя с нашего кабанчика. Узнаю щедрую руку Ани. И огурчики. И ты, Гриня, не меняешься. Ну что, будешь жить в гостиной? Идем покажу. Давайте. Идем. Господи. Сюда. Ага. Угу. Здрасте. Здравствуйте. Так, самые дешевые. Какие? А вот, пожалуйста. Нет, мне еще дешевле. Для любимой девушки мог бы раскошелиться. Это не любимая. Давайте, какие дешевые. Вот, пожалуйста. Вот, супер. Спасибо. Спасибо и вам. А ты знаешь, что на языке цветов белая гвоздика символ искренности и доверия. Это, именно это я и имел в виду. А ты случайно в кино не снимался? Я? Нет, конечно. Я в обычной рабочей на заводе холодильников. Да. Нет, ну, я собираюсь поступить в вуз, буду инженером. Точно тебе говорю. Такой ответ тебе устраивает. Да, отличный план. Да, я просто про кино спросила. У тебя улыбка красивая. Спасибо. У тебя тоже. Твой знакомый? Да нет. Просто дедушка чай заказал и больше ничего. Выглядит бедно. Наверное, у него денег на еду нет. А давай ему обед закажем? А себе только кофе. Официант, ну, можно дедуля корочка от нашего стойка? Хорошо. Спасибо. Что-то не так? Да нет. Просто на мажора был похож. А что, тебе не нравятся мажоры? Терпеть их не могу. А папики? Забудь. Прости, это я так. Мы столика передали. Как мало человеку надо для счастья. А тебе для счастья что нужно? Ну, конечно же, любовь. Ну, что-то у меня просто не получается все. Как? Не выходит. Да ладно, я тебе не верю. Правда? Правду тебе говорю. Я же обычный рабочий. У меня зарплата мизерная. А что, простым рабочим так мало платят? Вот мы и начали разговор о деньгах. Да нет, я просто нас прощала. Огромное вам спасибо. От чистого сердца. Мне бы еще пару рубликов на кефир. Для ужина. Пару рубликов. Держи. Все правильно, дед. Все правильно. Благодарствую. Все любят деньги. Все правильно. Благодарствую. Все. Только прикидываются все бескорыстными. И врут. Особенно женщины. Нет, ну... Ты другая, я это увидел. Да. Другая. Я надеюсь, ты вернешь мне веру в бескорыстную любовь. Спасибо за вечер. Тебе спасибо. Может, я тебя провожу? Можно? Мне тут одна остановка контролей бы. А мне пилить через весь город. Наша подружка влюбилась с катушек, слетела совсем. Да ладно? Да, хочешь, я тебе фотку парня покажу? Давай. Так, все, да? А ну, помоги. Ну, мам, ну-ка, смотри. Так. Красивый. Да, клевый. Соня, у тебя как с Кириллом? У тебя тоже любовь неземная или так? Не знаю. У меня выбор невелик. Кому и нужна хромая. Всем привет. 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 Можете меня поздравить, я наконец-то нашел работу. Поздравляю. Спасибо. Я тут купил кое-что, может, отметим? Я могу что-нибудь вкусненькое приготовить? Да, Соня у нас повар профессиональный. Она в ресторане работает. Это круто, а? Ты мне поможешь? Ну, ты скажи, что делать, я все сделаю. Давай, посмотрим, что ты купил. Слушай, неплохое мясо ты выбрал. Да? Да, очень хорошее. Ну, это просто повезло, я просто не умею выбирать. Ну, масло тоже самое лучшее. Говоришь, ничего не знаешь. Давай. Говоришь, ничего не знаешь. Да? Алло, Жанночка. Здравствуйте. Слушаюсь. Здравствуйте. Это я. Я не забыл о своем обещании познакомить вас со знаменитым архитектором Полонским. Завтра состоится банкет, на который я вас приглашаю. Он там обязательно будет. Я вас ему представлю. Хорошо, я тогда возьму резюме и портфолио. У меня еще есть проекты интересные, могу распечатать на вас. От меня. Хорошо, Жанночка. До свидания. До завтра. До свидания. Продолжение следует... А вот и моя очаровательная испугница. Здрасте. Жесть. Аполлонский уже здесь, я тут принесла. Жалочка, что вы там принесли? Расслабьтесь, вы так напряжены. Будьте легче. Проще. Зачем тебе эта большая труба? Это тубус. Там мои чертежи. Я их распечатала на ватмине, чтобы художник смог рассмотреть их в крупном формате. Жалочка, это какая-то забавная. Тубус. Его тоже туда. Давай-ка лучше выпьем и пойдем к фушебному столу. Скажу тебе по секрету, там много всего вкусного. Алло, привет, мам. Как дела? Хорошо, мам. Я наконец-то работу нашел. На заводе младшим инженером. И там даже общежитие есть. Я уже подал заявление. Какое общежитие? Ты что? Забудь это. Вообще, ты должен жениться на Жане. Да, тогда ты будешь хозяином всей этой квартиры. Мама, как же ей женились? Начни ухаживать за ней. Ну что, всему тебя учить. Так у нее уже есть парень. Не стань, у нее парня надолго не задерживаться. Дамы и господа, прошу внимания. Сегодня я хочу поздравить своего друга, знаменитого художника Корчинского, с его успешной выставкой, в честь которой этот банкет. Ты гений. Не побоюсь этого слова. Настоящий гений. Браво! Оставлю вас. А что мы скучаем? Да я просто здесь никого не знаю, даже этого известного художника. Чувствую себя чужой. Ну? А нельзя ли меня быстрее представить Полонского? Ну, можно. Но сначала, Жанношка, вы подарите мне танец. Жанночка, будем танцевать. И вы расслабитесь. Гриш, привет. Привет. Я тут мимо проходила. Неподалеку лавочка есть с хорошим хлебом. Вот иногда покупаю. Я хорошо знаю этот район. Мы с мамой часто приезжали в гости к Лареону. Здорово. Да. Я с Жанкой с самого детства знаком. Вместе в футбол играли. Класс. Жанка играла в футбол? Да. А я ее учил. Здорово. А еще я ее учил плавать. Ну, нам лет по восемь было на озере. Правда, мы тогда чуть не утонули, нас Марк вытащил. Это что? Ну, если бы Марк вас не вытащил, мы бы не познакомились. Это точно. Ну, угощайся. Я же еще, Жанечка, в лихие девяностые начинал. Ну, правда, у меня тогда другой бизнес был. Но я не скажу, какой. Тайна. Я тогда вообще был пацан Тушенада, Жанка. Ты б меня тогда встретила, сразу полюбилась, Жанка. Да я и сейчас, о-го-го, а? Жанна, ну, я все могу, понимаешь? Поверь. Ну, что ты хочешь? Работу хочешь? Жанна, ну, зачем работать такой красивой девочке, а? Ну, куда ты? Жанна. Жанна, ну, куда ты? Геннадий Аристархович, здравствуйте. Меня зовут Жанна. Я слышала, вы ищете помощницу. Хочу предложить свою кандидатуру. Ну, давайте я вам покажу свои работы. Да, Гена, позвольте я представить мою новую девушку, Жанну. Она очень талантлива. Ну, возьми ее на работу, Ген. Жанна, ну, куда ты? Жанна, да не кипишуй ты. Все намази. Тебя возьму. Мы сейчас выпьем за это. Поедем в отель, Жанна. Да отстаньте от меня. Жанна, ну, прости, я напился. Я сейчас с женой развожусь. Вот и запил. Ну, давай эту дуру старую выгоню, а тебя возьму, а? Обещай, Жанн. Блин! 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 Добрый день. А у вас еще свободна вакансия архитектора? Да, опыт есть в проектировании бани и беседок. Сегодня? Да, отлично, я буду, спасибо. Да. Алло, Жанн, не бросай трубку. Хочу извиниться за вчерашнее. Я напился вчера и... Любился я в тебя без памяти. Работа у Полонского, и дай, твоя. Давай сегодня встретимся. Мне не нужна больше работа, и от вас вообще больше ничего не нужно. Не звоните сюда больше. Привет. Сегодня в пикап завалимся. Или ты с Жанной кафе-мороженого пойдешь. Смотри, как бы у вас Жанна с Алисой не застукала. А я не вожу Жанну туда, куда Алис ходит. А, зато, Жанна, бывают места, где можешь встретиться с твоей Алисой. Вот. Жанна снова с твоим батей. Откуда это у тебя? Видишь, вчера была вечеринка художника одного. Вот, сука. Она и со мной, и с моим батей одновременно. Прикинь. А ты чему уделяешься? Я поверил ей. Она в свою прикинулась бескорыстно. Повелся. Да. Да, братан, повелся. Чего я ей устрою? Банкет с карнавалом. Садись. Садись, братан. Влад, ты сегодня какой-то мрачный, молчишь всю дорогу. Белые гвоздики не подарил наш символ искренности и доверия. Ты чё, правда искренности хочешь? Ты о чём? Влад, что случилось? Я тебя чем-то обидела. Прости, у меня просто настроение испортили. Извини меня. У меня, кстати, завтра день рождения. Приходи, если хочешь. Да, конечно. Да? Да. Прости. Прости. Когда ты меня познакомишь со своей неземной любовью? Мам, отстань от меня. Ты не видишь, мне надеть нечего. Ужин готов. Мойте руки и за стол. У этого одна еда на уме. Господи. Ты со своим Владом просто на себя не похожа. Гриша досталась бедному ни с того ни с сего. Мама, не лезь в мою личную жизнь. Иди ужин, и тебя Гриша ждёт. И вообще отстаньте от меня все. С днем рождения, любимый. Ух ты, спасибо, любимая. Ну, идём? Угу. Я тут подумал, решил, что будет скучно ехать на дачу, на электричке. И поэтому вот моё решение. Мой Тарантас. Не постыдишься ехать на такой? Нет. Нет, я понимаю, что ты привыкла к Лексусам, но я тебе говорил, что я парень бедный. Да ничего я не привыкла. У нас была вообще старая иномарка. Но с тех пор, как папа умер, она сломалась, а денег на ремонт нет. Так что я езжу на троллейбусах. Что здесь нормально? Да. Отлично, прошу. Ничего себе. Какая богатая дача у твоего друга. А где гости? А, я им сейчас позвоню. Ты посмотри, пожалуйста, что там есть на кухне. Хорошо? Сейчас. Уберу. А чем мы их угощать будем? Так, гости будут где-то через час. Продукты в машине, сейчас я за ними схожу. Нужно достать тарелки, бокалы и их протерять. Поможешь мне? Да. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Влад, Влад, ты где? Привет, сынок. Привет, пап. Такое, значит, у тебя здесь пожар. Да это бордель. В общем, как обычно. Пап, ну бордель же лучше, чем пожар. Пап! Ты твой отец? Знакома с ним? Нет. Одевайся и вызову тебе такси. Влад. Я сказала неправду. Я и твой отец, мы знакомы немного. Я знаю. Ты знал? Да, я знал. Ты встречалась с ним. Держи. Давай, давай, давай. Влад, что происходит? Гости так и не появились, зато приехал твой отец. Ну да, я все подстроил. И пресс-то отца, и наш с тобой знакомство. Это же не в моем вкусе. Я просто решил проучить охотницу за богатыми папиками. Да что? Делай, давай, давай. Ты помнишь? Да, я помню. Я помню. Такой маленький был. Ой, видишь, сейчас ты такой хозяйственный. Я еще вчерашний ужин не забыла. А утром такие блинчики. Повезет твоей жене. У тебя есть кто-нибудь? Встречаешься с кем-то? Ну скажи, я никому не скажу. О, Жан, сидись. Кушай. Не хочу, спасибо. Что случилось, Жан? Все нормально. И не надо за мной ходить. Здравствуйте. Я к Владу. Мы с ним встречались, как вы уже знаете. А теперь он на звонки не отвечает. И мне очень нужно с ним поговорить. О чем еще? Ну, объяснить, что между нами ничего не было. А может, вы ему сами об этом скажете? Я же с вами всего лишь на банкет сходила и все. Он был знает, что думает. Послушай, ты оставь моего сына в покое раз и навсегда. У него есть невеста, зовут ее Алиса. Она балерина из хорошей семьи со связями. А таких, как ты, по тоску, у него каждый вечер в клубе по пять штук. Ты ему не ровня. Убирайся. Мам, почему они так со мной? Нелюди, потому что, сволочи, поигрались. Как дальше жить? Я не хочу больше жить. Ты что? Так нельзя. Это пройдет. Я больше не смогу никому верить. Ну, вы негодяи, сволочи. Мам, мама, давай уедем отсюда, пожалуйста. Куда? Давай уедем. Куда? Ну, куда же мы уедем? Разве можно от себя убежать, Жан? От себя не убежишь. Надо пережить все. Надо все пережить, Жанночка. Все будет хорошо, все пройдет, все пройдет, все пройдет. Жан, Жан, а ну смотри, смотри. Это он? Он. Мама. Мама, что ты задумала? Зачем ты это делаешь? Ты посмотри, какой он мерзавец, а? Смотри, что о нем пишут. Что он привлекался за мошенничество и за убийство. А потом его отпустили. За недостаточность улик. Откупился гад. Мам, прошу тебя, не связывайся. Ты помнишь, что с папой стало, когда он с Барковичем связался? Мам, у них деньги, а значит, власть. Пусть не думают, что если у них деньги, им можно делать все, что им вздумается. Мам, пожалуйста, не надо. Жан, не надо. Этот негодяй человека убил и привлекался за это. А потом его отпустили за недостаточность улик. Я в интернете нашла родственника убитого. Там есть телефоны. У них есть доказательства, только их никто не хочет слушать. Флешку я оставлю себе и передам юристу. Он обязательно с ними свяжется. Спасибо, Марк. Если его посадят, по делам ему будет за нашу Жанночку. Как у нее дела? Плохо. Ходит по дому, как тень. Молчит все время. Я обещаю, сделаю все, что в моих силах. Неплохо было бы и младшего наказать. Но я переживаю за Жанну. Она до сих пор любит его. Ну, не знаю. Хотите, я ему морду набью? Ну, что это? Что это за дикарские методы? Я знаю, что ты можешь. По-моему, нормальные методы. И не думай. Обещай мне, что мордобоя не будет. И так не могу дождаться, когда вы с Жанночкой помиритесь. Ну, девочки, мы все расстались со своими парнями. И абсолютно свободны. Ну что, хватит нам киснуть. В клуб идем? М-м-м. Жанно. Ну? Ну, правда. Месяц уже прошел, как ты рассталась с Владом. Жизнь продолжается. Да. И тебе срочно нужно с кем-то познакомиться. М-м? Я не хочу ни с кем знакомиться. Меня, кроме Влада, никто не нужен. О-о-о. Началось. Я от него беременна. Что? И что ты делать будешь? Не знаю. Ты должна ему обязательно рассказать обо всем. Да. Он мне ни разу не позвонил за это время и трубки не берет. Так, Соня права. Ты должна ему все сказать. А еще лучше, знаешь что? Сразу иди к его родителям. Ян. Все понятно. Жанна с нами в клуб не идет. А ты, Соня? Я тоже не хочу. Девочки. Мне Гриша нравится. Только он какой-то такой безинициативный. Может, у него кто-то есть? Нет. Он просто очень стеснительный. Ну, прояви как-то сама. Я... Я... Жанна. Жанна. Мама. Мама. Мама, что с тобой? Голова болит. Таблетки на кухне поживай. Сейчас. Ой, 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 ой. Мама. Ой, 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 ой. Гриша! Гриша! В скорую вызывай! Быстрее звони в скорую! Мамочка, пойдем сядем куда-нибудь. Ой, 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 ой. Боже мой, господи. Боже мой, господи. Ой, господи. Сказали, что разрыв аневризм. Что это значит? Я уточню врачей подробности. Господи, что теперь будет? Все будет хорошо. Не переживай. Коля, я адвокату позвонила. Я сделала все, что ты просил. Калугину позвони, Хома, меня сразу выпустят. Хорошо. Не забудь. Обязательно позвоню. Что такое? Отца за какую-то махинацию арестовали. А еще подняли старое дело, где он свидетелем был, а оно связано с убийством. Плохие дела. Ты перестань, ты все нормально. Выпустят скоро. Мам, он мои счета заблокировал, и мне деньги нужны. И правильно сделал. Ты второй вуз не закончил. Ни профессии, ни работы. А что будет, если его посадят? С конфискацией. У него денег на две жизни хватит, мам. Он жадный. Мне сегодня с Алисой надо в ресторан идти. Мне очень нужны деньги. Ты понимаешь, что твоего отца арестовали? Или тебе вообще все равно? Ну, выпустить его к вечеру. Ну, не впервой же, мам. Сейчас это очень серьезно. Очень серьезно. Я же тебе говорю, что подняли старое дело, которое было связано с убийством. Денег дашь? Ма! Прекрасные цветы. У тебя хороший вкус, Марк. Ты всегда даришь прекрасные цветы. Вы, главное, никому не говорите об этом. Будет наш секрет. А Савельева точно арестовали? На этот раз точно. Уже не отвертится. Спасибо тебе. Да я особо ничего и не делал. Савельев давно был в разработке ООБ, они его и арестовали. Я просто связался с родственниками убитого 9 лет назад человека и помог возобновить расследование. Вот и все. Видишь, справедливость иногда есть. Да. И за Жанночку поквитались. Пусть он отсидит за свои преступления. Как вы себя чувствуете? Может быть, вам что-то принести? Да нет, ничего. Прекрасно. Здесь прекрасно. Ко мне относятся, как к королеве. Ничего не нужно. Я видел результаты МРТ. Я знаю. Я знаю. У меня множественная аневризма. Она не лечится, она не оперируется. Я обещаю, мы найдем лучших врачей. Либо здесь, либо за границей. Все будет хорошо. Спасибо тебе. Конечно. Спасибо. Я верю. Все будет хорошо. Вы, главное, не сдавайтесь. Ладно? Мама, привет. Я тебе вещи принесла. Привет, Жанночка. Ты как? Мама, привет. Марк принес. Правда, у него хороший вкус? Ну, ты просто божественно танцевал, а я только на тебя и смотрел. Ты супер. Держи. Меня ждут. Кто ждет? Мы же договаривались пойти сегодня в ресторан. Прости, но я иду в ресторан без тебя. Короче, понятно. Ты знаешь, что моего отца арестовали, так? Ходят слухи, что твой отец убийца. Да ладно. Ты думаешь, твой чистенький? У всех рыльца в пушку. Не смей так говорить о моем папе. Иди к черту, не звони мне больше. Да не очень-то и хотелось, коза балетная. Мам, ну ты как? Не очень. Этот рецепт родители Сони узнали у известной травницы. Отвар чистит сосуды и лечит. Держи. Держи. Пей. Вкус такой терпкий. Зато полезный. Пей. Спасибо. Ой, тебе на работу пора, наверное. Привет. Привет. А ты чего здесь? У меня мама здесь. У меня тоже мама здесь. У нас легла сердечная приступа. Вот такие вот дела. Слушай, я... Я вчера не ужинал. Сегодня еще не завтракал. Может, здесь кафе неподалеку есть? Я тоже не успела сегодня позавтракать. Блэкин кофе. У мамы давно гипертония. Я не знала, она скрывала. И вот как гром среди ясного неба, разрыв аневризмы. Я в интернете читала, это очень опасно. У его отца вчера арестовали. Наверное, мама очень переживала, вот и сердце не выдержала. Наверное. Знаешь, как-то все под откос пошло. Денег нет. Все мои счета отец заблокировал. Ну, после того, как я документы забрал из вуза. Ну, ты держись. Черная полоса закончится. Надо только верить. Спасибо за поддержку. А как ты? Я давно хотела тебе сказать, я не встречалась с твоим отцом. У нас с ним ничего не было и быть не могло. А на тот банкет я пошла только для того, чтобы познакомиться с архитектором Полонским. Твой отец обещал мне к нему на работу устроить. Ну и как? Да, он начал приставать, и я сбежала. Но теперь я работаю в маленькой фирме. Проектирую беседки и садовые домики. Серьезно? Беседки, подожди, это такие... Да, архитектура малых форм. Я понял. Ты знаешь, я тебе верю. Нет, правда. И, кстати, я не про архитектуру. Это хорошо, что ты мне поверил, наконец. Знаешь, я должна тебе сказать еще кое-что. Ты не подумай, просто ты имеешь право знать. Я... Я беременна, у нас будет ребенок. Оба одна. Ты не подумай, я просто не знаю, что делать. Столько всего навалилось. Я знаю. Что? Давай поженимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...